Живая музыка, природа и тёплая компания. Каждый из этих людей уверен, веселиться без алкоголя – это нормально. Сегодня первоуральцы собрались около озера, чтобы отметить День трезвости. Трезвость также естественна, как и природа, потому что человек рождается трезвым, умирает по разным состояниям. Рождается он трезвым, и, как правило, младенчество, детство он проводит в трезвом состоянии. Это естественное человеческое состояние, одурманивание всевозможными наркотическими веществами – это уже неестественно для человека. Это место отдыха открыли несколько лет назад, а водоём назвали «Байкальчиком» в честь знаменитого собрата, потому что вода из Сибирского озера была символически добавлена сюда. На поляне День трезвости проходит уже во второй раз. По традиции его открывает Сергей Саблин. Трезвость – она помогает в жизни в любом случае. Это счастье. Трезвость – это счастье. Многие собрались здесь, чтобы вспомнить старые традиции – кашу на костре, чай, самовар, баня и купание в водоёме. Ну и, конечно, не забывают песни. Поднимемся вместе за трезвость, настойную каждой семьи. Организаторы праздника говорят, Россия была трезвая, и нужно этому соответствовать, поэтому стараются привлекать как можно больше людей. Мы видим ужасную остановку, которая строится в стране, когда народ просто дегларирует, спивается. Но, естественно, мы же не в силах, например, запретить людям пить, но надо какие-то действия применять. И мы решили вот такие трезвые встречи организовать, чтобы люди, например, тянулись к нам и отказывались от алкоголя. Отказывались от алкоголя и приобщались к спорту. Здесь он не совсем обычный – поднимание гирь на стёклах. Иван совсем недавно приобщился к экстремальному спорту. Рассказывает, что долго не тренировался. Здесь просто самая простая физика. Одно стёклочко, оно, естественно, ногу проткнёт. Но когда их много, давление уменьшается, так как площадь большая. И как бы уже боли никакой абсолютно. То есть ноги не поранее? Ну, бывает, когда свежие стёкла набьёшь, там какой-нибудь осколочек острый. Ну, а так слегка уколет – ерунда. Глядя на мужчину, свою силу, волю и смелость решили проверить и дети. Каждому из присутствующих здесь по-своему нравится. Здесь очень много и природа, и радость общения, люди позитивные. Не боишься, что здесь ребёнок куда-то убежал и встретится с каким-то персонажем отрицательным. Люди трезвые, позитивные, добрые, друг к дружке внимательные, заботливые. Вот это притягивает. Нам тут нравится. Почему? Потому что тут можно и в роду покупаться, и потому что тут не курят и не пьют. Здесь мужчины настоящие, которые не пьют, не курят, ведут трезвый образ жизни. И так как сын растёт, подростковый возраст скоро у нас, хотелось бы прививать ему культуру жизни. Русская культура здесь оживает, и даже сказочные персонажи приходят на праздник. Кто пропустил этот день трезвости, могут начать вести здоровую жизнь с сегодняшнего дня. Главное выбрать, какая жизнь по душе.